В честь несгибаемых защитников Скайрима имперцев За юность мы пьем, прошлым дням наш почет Скоро век произвола совсем истечет Объем, братьев, бури, землю нашу вернем Защищать край родной будем мы день за днем Я прибыл вчера вечером Идохни, Ульфрик, изменник лихой Как ты сгибишь, что будет у нас пир горой Что ж... Мы Скайримские дети, битва нам словно мать Нас Сокгард ждет светлый, каждый рад жизнь отдать Я думаю, стоит с ним пообщаться Но прежде очистим мы отчизну свою Дай угадаю Судя по запаху, ты из гильдии О как Но это невозможно Потому что я сказал Мерсеру, что больше с ней дел не имею Насчет златоцвета Я не торгую землей или недвижимостью Но если тебе нужны товары Это, конечно, ко мне Можешь не отнекиваться, Гаджилдей Ай, постой Ты говоришь, поместье златоцвет? Мои извинения Прости, но я почти ничего не знаю про эту... Басику, да? Ты был посредником для нового владельца Кто он? Может, да А может и нет Не могу же я помнить все свои сделки Назови покупателя или умрешь Неужто Мерсер Фрей вас, ребята, ничему не учит? Убьешь меня И конец вашему единственному выходу На восточную имперскую кампанию Вредно для дела Ну тогда я помогу Гильдей все забыть Ладно Если б я знал, что эта сделка Принесет мне столько проблем Я бы не взял золото Ко мне пришла женщина Которая попросила Представлять ее интересы в одном деле Она мне показала полный кошель золота И сказала, что мне нужно Всего-то заплатить Оренготу за поместье Я принес ему деньги И ушел с ее экземпляром купчей Она говорила, зачем ей это? Нет Я обычно не задаю слишком много вопросов Работодателю Думаю, ты понимаешь Но я заметил Что она крепко ненавидит Мерсера Фрея И хочет до него добраться И все? Ни имен? Ничего? В нашем деле Мы редко называем имена Кто мы Зависит от того Сколько у нас денег Ты врешь Это все, что я знаю Я же Не говорил, что у меня Есть все ответы Теперь Раз мы договорились Я пойду Своей дорогой Что ж Всегда найдется чем заняться Иди Дочка меня кормит И работать уже не надо Оля Продолжение следует... Продолжение следует... Молочина глупая... Продолжение следует... 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 Дилетанты. И куда это я вышел. Ага. То есть. По-любому придется пройти мимо них. Печально. Зря собачку прорезал. Жила-была дева, прекрасней заката, весной на старинном Строснкай. Все-таки показалось. Надо было догадаться, что она врет. Сказала, будет меня ждать. Ай, они никогда... Уже и не дождется. Жила-была дева, прекрасней заката. Что это? Епона мать. Клумай. Интересно, как ты отреагируешь, если я пришью твоего напарничка? Постой. Не нужно рубить с плеча. Все не так плохо, как кажется. Говори. Не надо. Не нужно этого делать. Я все тебе расскажу. Корлия. Ее зовут Корлия. Судя по твоему тону, ты ожидаешь, что мне знакомо это имя. Мерсер тебе о ней не рассказывал? Корлия. Это воровка, которая убила прежнего главу гильдии Галла. Теперь она охотится на Мерсера. И ты ей помогаешь, верно? Помогаю? Нет. Нет. Послушай, я даже не знал, что это она, пока она со мной не связалась. Прошу, поверь мне. Где сейчас, Корлия? Я не знаю. Когда я ее спросил, куда она отправилась, она только сказала, к началу конца. Вот, возьми купчую на поместье златоцвет. И когда будешь говорить с Мерсером, скажи ему, что живым я ему нужнее. Ну ладно. Ты че? Обормот. Борзели, что ли? Он сказал, что это некая Корлия. Нет, не может быть. Я этого имени не слышал много лет. Это и вправду дурные вести. Я надеялся, что больше никогда с ней не встречусь. Голумая мне сказал, что она еще убийца. Корлия уничтожила все, за что стояла гильдия. Она хладнокровно убила моего предшественника и предала гильдию. Когда мы узнали, что она сделала, мы потратили месяцы на то, чтобы ее выследить. Но она как сквозь землю провалилась. Почему она вернулась? Мы с Корлией были напарниками. Я ходил с ней на все дела. Мы прикрывали друг другу спиной. Я знаю ее приемы, ее умения. Если она убьет меня, не останется никого, кто смог бы ее поймать. Если бы мы только знали, где она. Голумая сказал мне, что она отправилась к началу конца. Подходит только одно место. Место, где она убила Галла. Руины святилища снежной завесы. Мы должны пойти туда, пока она снова не исчезла. Мы? Да, я пойду с тобой, и мы убьем ее вместе. Вот твоя награда за Салютют. Приготовься и приходи к руинам как можно скорее. Понял. Нельзя дать ей снова от нас уйти. Если хочешь поучиться стриму. Прости, Барри. У меня есть важные дела. В другой раз позже. Только давай по-быстрому. Ну, чего надо? Ну ладно. Бриньольф, да? Ну, кажется, ты тут осваиваешься. Мне нужно обменять одну из частей твоей гильдейской брони. Что выберешь? Конечно. Иначе это не была бы награда логична. Ну, да. С новой броней твои навыки еще больше увеличатся. Это точно. Ну. Тогда броню. Подумай еще раз. Когда я... Ладно, вот, пожалуйста. Хорошо. Лекс. Прежде чем мы начнем, хочу тебе кое-что объяснить. Первое. Я лучший специалист по замкам в гильдии. Так что если мечтаешь меня заменить, можешь даже не надеяться. Ты и второе. Ты делаешь точно то, что я говорю. Без вопросов, нытья и оправданий. Тогда мы поймем друг друга. Хорошо. Так, тебе пора испытать себя в деле. А у меня слишком мало времени. Так что на посторонние темы не отвлекайся. Так что за дело? Я не собираюсь тебе врать. Дела наши хуже некуда. Это еще почему? Кто знает? Старик Делвин думает, что нас прокляли. А я думаю, что он рехнулся. Как по мне, так нам просто не везет. И что нам с этим делать? Можешь заняться делом и начать отвоевывать наш авторитет. Чтобы народ боялся нас, как в былые времена. И в процессе заработаешь немного деньжат. Как тебе такие условия, а? Посмотри-ка на вот этот камешек. Давно я таких не видела. Знаешь, что это такое? Камень Барензии. Знал бы, не спрашивал. Он ценный? В таком виде это просто безделушка. Какой-то вор выломал этот камень из церемониальной короны Барензии. Но следов уже не найти. Понятно. Сколько их всего? Кажется, всего их 24. Многие люди их держат в качестве безделиц или амулетов. Некоторые члены гильдии пытались их найти. Но никто так и не преуспел. Ну, до сих пор. Понятно. Ты ведь его не купишь, правда? Слушай, я покупаю только то, что могу быстро и прибыльно сбыть. А эти камни никому не нужны, если только не будет полного набора. Ок. Вот что. Если найдешь все остальные, мы сможем договориться. А нет, так оставь этот себе на удачу. Лады. Два есть. Выше голову. Другому полно золота, которое так и бросится в карман. Добро пожаловать в наше милое семейство. Я веду наблюдение для гильдии. Ты ведь могильщик, да? А вот и ты, Делвин. Бриньольф, да? Дай подумаю. Он тебя подобрал на улице и засунул в самое пекло, даже не объяснив, где верх, где низ. Разумный совет мне не повредит. Видишь, такой подход годится для того, кто хочет разбогатеть и еще успеть все потратить в свое удовольствие. Мы отлично сработаемся. Так что, если не боишься, у меня много разной работы, которая поможет гильдии снова встать на ноги. Встать на ноги? Посмотри вокруг. Фляга. Гильдия. Все разваливается. Лет тридцать назад тут было народу, как в имперском городе. А теперь считай, что тебе повезло, если на злокрыса не наступишь. О как. И что произошло? Слушай, народ, конечно, считает, что я просто чокнулся. Но я тебе прямо скажу. Кто-то или что-то шутко злится на нас. Не знаю, что это за сила, но она выше нас с тобой. Нас прокляли. Прокляли, говоришь? И что мы можем с этим поделать? Я тебе скажу, что делать. Мы плюнем в морду этому проклятию и все тут изменим. Вернем старые, добрые времена. Вот ты-то как раз этим и займешься. У меня полно работы, которая поможет нам снова встать на ноги. Ты только спроси, и в итоге вылезем мы из этого дерьма, благоухая, как розы. У меня есть вот такая вот штучка. Графин с медом Хонинга. Купишь? Так, так. Какая же красота, а? Если тебе будут попадаться необычные вещи, приноси их мне. Обещаю, ты не пожалеешь. Думаю, эта цена тебя полностью устроит. 800. Неплохо. Я занимаюсь рыбалкой, цифрами и чёсом. Там свой подход требуется. Если ты больше по взломам, поговори с Векс. Для того, чтобы поставить гильдию на старые рельсы, собственно, чтобы она опять же расцвела, нам нужно выполнять вот эти вот задания. Чёс, рыбалка и задания с цифрами. По три в каждом городе должно попасться. Там три в Солитюде, три в Айтране, три в Виндхельме, ну и, соответственно, три в Рихтене. Когда мы это всё выполним, вот в этих частях, вот в этих вот ячейках начнут появляться торговцы и, соответственно, гильдия расцветёт. Что ж, продолжим. Надо отправляться к Мерсерам. Снежные земли неподалёка от Виндхельма. Да уж. Не думаю, что это будет особо просто. Но в любом случае, я доберусь. Ать, 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 давай. Всё равно намок. Чёрт. Очень плохо. Не дёргайтесь. Мерсерам. Ледяное привидение. Блеск. Хорошо. Эссенция. Этот край пол нецеподобными твари. Возьми это и храню себя. Я потом вернусь и заберу. И хорошо тебе заплачу. Не потеряй. Не так быстро. Мне не до разговоров. Вздумаешь вилять или хитрить, я тебя прикончу. Мне с тобой не справиться. Чё, куда пошёл? А ну, иди сюда. Сюда, сука. Я с тобой не справиться. Куда ты пошёл, мудила? Чё ты хочешь? Никто не пробегал? Вот это твоя? А откуда это у тебя? Хотя, ладно, неважно. Держи. Это немного, но лучше, чем ничего. Я отыщу этого вора и убью его. Ну, удачи тебе. Оу, блин. Дмки. Это она. Майд дымок. Нерсер. Чёрт тебя побери. Такими темпами я тупо замёрзну. Чёртов придурок. Мёд есть, есть Эль. Тоже неплохо. Надо шевелиться. Зелья краткой невидимости. А, блин. Лучше отогреюсь. Это похоже на чей-то лагерь. С убитой лошадью. Уж не Мерсер ли Фрей попал в засаду? А, нет, вот и ты. Вот и ты, наконец. Хорошо. Я осмотрел развалины и уверен, что Корлия ещё внутри. Ты её видел? Нет, но я нашёл её лошадь. Не волнуйся, об этом я позаботился. Да, я видел. И она не сбежит. Давай двигаться. Я хочу поймать её внутри, пока она ничего не подозревает. Веди. Веди. Ты хочешь пустить меня вперёд? Прости, мне казалось, что я тут главный. Ты ведёшь, а я иду за тобой. Что непонятного? Ловушки, да? Всё понятно. Вот посмотри в оба. Корлия коварна, как дюжина Даэдра. Не хватало ещё угодить в ловушку и предупредить её о том, что мы идём. Ну ладно. Если видишь Корлию немедлень, убей её. Кровь. Фрей! Как это открывать? Ключа-то у меня нет. Открой! Эту чёртову дверь. Ты ведь уже бывал здесь. Считается, что в древнее захоронение нордов иногда совсем нельзя проникнуть. Но? Тут, судя по всему, не тот случай. Всё совсем просто. Не знаю, почему про эти замки рассказывают столько небылиц. Всё, что нужно, умение, плюс крупица знаний. Вот и всё. Всё? Ты как это сделал? Мерсер Фрей. Ты дьявол. Я думаю, тут лучше прокраситься. Если она действительно так умна, как ты рассказываешь... Понял. Пахнет смертью. Пахнет смертью. Будь на чеку. Понял. Потяни ту цепь и берегись шипом. Похоже, Корлия заново настроила все ловушки. Браво. Хватит уже тратить время. Ладно, ладно. Хватит. Так хватит. Пусть едем. Пусть едем. клинок подарочки спасибо тут капканов куча проекте не попадясь хераси те поглощения жизни они нормально монетовый мяч так 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 ты меня куда зашвырнул мудила а а а а а а ч ч так как ну ты вроде жив поэтому ладно ч чертов ублюдок а а а а а ч я не то схватил однозначно а 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 Я разберусь с лучником. Хорошо. Прорываемся. Ха. Недорно. Хорошая была ловушка. Хорошая была. Хорошая была. Ну тогда ладно. Ух ты, ё-моё. Ладно, разбирайся. Там ещё кто-то. Полезное у тебя заклинание. Точнее зачарование. Ты чё делаешь, скотина? Нарубили мы тут, конечно. От души. Чёрт. Ааа. 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 Совсем неинтересно. Ну я б не сказал, что прям совсем неинтересно. Отличное место для забраться. Будь наготовен. Так и есть. Кто ж так прячет? Жрец. О господи. Блин. Иисусик. Ого. Что за слово? Оружие разоружения. Неплохо. Пошли. О. Не наступи. А, вот одна и наник нордских дверей с секретом. Без подходящего когтя такую дверь обычно не открыть. А поскольку Корлия вместе с когтем уже далеко, нам придется исхитряться. К счастью, у этих запоров есть слабое место, если знаешь, как его использовать. Это действительно крайне просто. Корлия где-то рядом, я уверен. Ты как это сделал? Слабое место, блин. Что происходит? Все тело занемело. Ага. Что за? Ты думаешь, что твоя стрела быстрее моего клинка? Дай мне только повод. Ты умная девочка, Корлия. Покупка поместья «Златоцвет» и вложение миларню Хонинга – впечатляющая задумка. Чтобы разгромить врага, сначала изведи его союзников. Это первый урок, который преподал нам Галл. Ты всегда быстро училась. Недостаточно быстро, иначе Галл был бы жив. Так Мерс обил его. У Галла было богатство, и у него болоты. Все, что от него требовалось – смотреть в другую сторону. Ты забыл клятву Соловья? Ты думал, что он просто закроет глаза на твои методы? Хватит бессмысленной болтовни! Ну же, Корлия! Тебе пора навстречу с Галлом! Я не дура, Мерсер. Драться с тобой на мечах – значит подписать себе смертный приговор. Но обещаю, наша следующая встреча будет для тебя последней. Вот чёрт! Значит, так ты и задумал, да, мразь? Как интересно. Похожая история с Галлом повторяется. Корлия подарила мне способ избавиться от тебя. А эта древняя гробница станет твоей могилой. Знаешь, что забавляет меня больше всего? Что всё это стало возможно только благодаря тебе. Я верну должок. Я передам Бриньольфу привет от тебя. Обещаю. Я убью тебя, Мерсер Фрейн. Моя голова раскалывается. Спокойно. Не вскакивай сразу. Как ты себя чувствуешь? Погоди. Ты выстрелила в меня? Ты меня убить хотела? Нет. Я спасла тебе жизнь. Моя стрела была отравлена особым паралитическим ядом. Он замедлил твоё сердцебиение и предохранил от потери крови. Если бы я хотела тебя убить, мы бы с тобой не разговаривали. Зачем? Зачем ты меня спасла? Сначала я хотела выстрелить в Мерсера, но никак не могла прицелиться как следует. Тогда я решила убрать тебя с дороги, и это предотвратило твою смерть. Значит, я перед тобой в долгом. Твой долг больше, чем ты думаешь. Я потратила год на создание крошечной дозы этого яда. Ровно на одну стрелу. Я так надеялась взять Мерсера живым. Да ладно, я куплю тебе ещё паралитического яда. Зачем тебе Мерсер живой? Гильдия должна судить Мерсера за то, что он сделал. Он должен заплатить за убийство Галла. Значит, он его убил, да? Чем ты подкрепишь свои слова перед Гильдией? Я не из прихоти выбрала именно святилище Снежной Завесы, чтобы заманить Мерсера. Прежде чем вы пришли, я нашла и забрала дневник Галла. Думаю, в нём содержатся нужные нам сведения. И чё там написано? Если бы я только знала. Дневник написан на языке, которого я никогда раньше не видела. А, не знаешь, кто бы мог помочь нам с переводом? Ну, конечно же. Энтир. Друг Галла из Винтерхолдской коллегии. Это единственный непосвященный, который знал, что Галл — Соловей. Галл сам сказал ему. И опять это слово. Соловей. Нас было трое. Я, Галл и Мерсер. Мы были тайным ядром Гильдии Воров в Рифтоне. Возможно, я позже расскажу тебе об этом. Сейчас тебе нужно идти в Винтерхолд с дневником. Надо расшифровать написанное. Вот. Возьми ещё и это. Может пригодиться в дороге. И от страха и бешенства. Почему ты не убила Мерсера? Мерсер солгал Гильдии. Заклеймил меня убийцей. И использовал все свои связи, чтобы распространить свою гнусную клевету. Двадцать пять лет я пряталась. Никогда не спала дважды в одном месте. Двадцать пять лет. И тщательно заметала следы. Мерсер не должен умереть так просто. Ничего себе. Он должен почувствовать неотвратимую поступь судьбы, когда его жизнь рассыплется в прах, и за ним начнёт охотиться Гильдия. Возможно, в следующий раз у тебя не будет выбора. Я обещаю тебе, что если меня припрут к стене, я не буду колебаться. Ты не пойдёшь со мной в Винтерхолд? Боюсь, нет. Нужно многое подготовить, и нужно придать останки Галла земле. К тому времени, как Интир переведёт текст, я надеюсь уже прибыть в Винтерхолд. Хорошо. Никому не доверяй. Помни, говорить можно только с Интиром. Удачи тебе, Корлея. Спасибо ещё раз. Ох, чёрт. Торфублюдок. Я отплачу ему за такую подставу. Скотина. А пока... Нужно помочь Корлея. Вернуть долг. Теперь это дело чести. Винтерхолд не так далеко. Я думаю, проблем не возникнет. Что-то было. А какой сюрприз? Мародёр. Разорву твоё брюхо, как бабку. Давай, дерись на меча. Борвер. Что ты тут делал, Борвер? Алхимик. Наверняка с коллеги. Передохну, пожалуй, немного. Голова всё ещё раскалывается. Вроде у яда нет побочных эффектов, поэтому... Надо просто немножко отдохнуть.